Всем привет! Продолжаем изучать Феникс и точнее ОТП. ОТП. Поскольку Феникс по сути дела у нас использует, использует очень активно ОТП, то нужно, нужно, нужно знать ОТП. И сегодня я предлагаю разобрать две интересные вещи. Это Динамик Супервайзер и Регистри. Регистри, регистри. Так. Давайте я какой-нибудь пейнт открою и немножечко порисую. Немножечко порисую. Так. Что я хочу сделать? Скажем, вот у меня приложение Феникс. То есть сюда юзер проеклесс приходит. Вот наше, вот это приложение. Я сейчас рассказываю, что я буду делать. Вот наше есть приложение, да? То есть это, это именно веб-сервер по своей сути, который обрабатывает запросы. Каким-то образом. И это, скажем так, ну, какой-то простой вариант, что ли. Что я имею в виду? Вы, вот ваше приложение, будете активно подключать дополнительные библиотеки. Дополнительные приложения. И так ведь? Делая ваше приложение более сложным. Добавляя к нему разные интересные возможности. То есть Феникс по своей сути можно рассматривать как некий, некий интерфейс, некий веб-интерфейс, с помощью которого мы можем общаться. То есть мы делаем запросы на сервер, там что-то происходит. То есть это некий юзер-интерфейс. Мы его, конечно, еще можем облагородить каким-нибудь... Как это называется-то? Сингл-пэйш-аппликейшенами сделать, да? Сделать все это красиво, то есть фронтендом заняться. Но концептуально это можно рассматривать именно как некий интерфейс. То есть вы делаете запросы, на сервере что-то происходит. На сервере. На сервере может храниться разная логика. Там могут использоваться дополнительные приложения, которые нужны, чтобы обработать данный запрос. Именно вот этим мы и займемся. То есть что сделаем? Развернем... Да, где я какой? Развернем... По сути дела, приложение OTP, то есть где у нас джинсерверы, где у нас супервайзеры, супервайзеры. То есть когда вот в контроллер будет приходить запрос какой-нибудь, да, вот мы уже в контроллере, медный контроллер, мы будем вызывать логику вот этих джинсерверов и супервайзеров, которые мы разместили как отдельное приложение. То есть вот это, вот это можно рассматривать как отдельное приложение. И мы можем его подключать к разным, к разным феникс-приложениям в итоге. Теперь, из чего у меня непосредственно вот это приложение состоит. Оно у меня будет следующий кирпичик. Первый кирпичик это так, это будет динамик 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 супервайзер, который будет запускать джинсерверы, то есть воркеры. воркеров может быть очень много. Давайте я другое. воркеры. 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 это общая картина. Теперь, что, что конкретно я собираюсь реализовать? Я собираюсь реализовать, скажем так, кассу. я буду, скажем, есть какой-нибудь ивент, какое-то событие, и к нему я буду подцеплять билеты. Билеты можно будет покупать, можно будет пробовать их купить, то есть ответ не всегда же будет положительный. даже если вы видите, вы откроете страницу, и перед вами идет отображение, что, типа, билет доступен на данный момент, но его реально могли уже купить, то есть нужно будет реагировать именно на этот вариант события тоже, что билет во время вашего просмотра уже купили. Нужно еще будет закрывать события, сделаю. То есть рассмотрю, сразу говорю, все возможные варианты событий я покрывать не буду. Просто покажу, как можно воспользоваться Dynamics Operizer, каким образом у нас относится сам вот Phoenix и те приложения вот эти OTP, которые мы можем даже построить как отдельное приложение. Я буду строить все в Phoenix, но правильнее, правильнее было бы создать отдельное приложение, отдельное приложение и затем его подключать к Phoenix. Но я просто ради удобства сделаю все в одном месте. все в одном месте. То есть что в итоге я хочу получить? У меня к Phoenix приходят запросы, например, я хочу создать от админа, например, я хочу создать event. То есть некое событие и к нему сразу допустим будет подключаться какое-то дефолтное количество билетов. Допустим, у нас только одна площадка, на которой всегда одно и то же количество билетов для простоты. Также этот event я смогу закрыть. Плюс у меня будут еще два простых метода. это посмотреть количество свободных билетов к конкретному ивенту, либо посмотреть количество или покупить билет. То есть вот такие запросы придут в Phoenix. Phoenix в своих функциях у контроллера будет вызывать соответствующий модуль GenServer или Supervisor. Supervisor это у нас будет верхним таким уровнем, который будет динамически создавать ивенты. То есть он главным образом заточен именно под админа. То есть он будет создавать ивенты которые по сути являются GenServer. Эти GenServer с этими GenServer непосредственно будет взаимодействовать юзер через методы контроллера Phoenix. Вот такой план. для удобства взаимодействия с этими методами мы еще рассмотрим такой инструмент как Registry. Registry, Registry, Registry. Давайте я это закрою, мне это все равно уже не нужно. Есть такой инструмент Registry. По сути дела это будет представлять собой здесь хорошая аналогия как DNS. То есть у нас будет имя связанное с PID. То есть мы будем обращаться всегда к этому к Worker через имена к GenServer через имена. А поскольку некоторые методы как я понял работают не могут работать с именем и им нужно PID то есть вот эта связка присутствует. Ладно чуть позже мы это увидим вот почитайте что это примерно а потом мы еще построим когда все продолжение в принципе какое-то предложение ой какое-то понимание зачем этот Registry будет то есть это локально централизованно масштабируем KValue процесс хранилища ну и здесь вот примеры ладно давайте я уже 10 минут даже 11 я уже сделал подготовку я буду в приложении Heddy то есть где я показывал Live View но немножечко в другом месте сделал вернее все в одном месте сделал просто параллельно не хочу создавать отдельный проект под это дело я вот создал специальную папочку Ticket то есть там у меня будет скажем так мое OTP приложение размещаться то есть там вот все файлы которые относятся именно к именно к этому OTP приложению и так я предлагаю начать с Worker то есть GenServer здесь я вот уже создал ой это нет это вот GenServer то есть конкретный Event конкретный Event к слову те кто вот еще не очень все эти понял GenServer что они значат GenServer это попытка построить актер актер некий объект цельный поскольку у нас есть только функции мы описываем его мы пытаемся вот этот объект состояние внутреннее построить через функции но у любого актера присутствуют скажем так некие общие характерные для любого актера функции они привносятся вот через вот этот вот UseGenServer то есть каким образом отослать ответ то есть мы не пишем конкретно вот когда мы смотрите мы же можем конкретно послать самостоятельно зная пит ответ так ведь но мы это не реализовывали когда вы смотрели джинсервер мы просто описывали функции которые каким-то образом должны реагировать к колбеке но саму передачу саму передачу ответ то есть откуда у нас запрос пришел мы не осуществляли мы также не осуществляем передачу состояния самостоятельно другую дефолтную функцию нет то есть джинсервер это некие это комбинация 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 какие-то general функции которые приходят именно вот из этого use джинсервер плюс наши конкретные реализации то есть которые зависят от нашего приложения вот колбеки которые мы писали они зависят от нашего приложения init которые мы писали это тоже зависит от нашего приложения но каким образом при старте мы передаем вот состояние это уже не имеет значения это уже общая функция то есть здесь конкретно 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 функция ладно давайте начнем начинаем мы начинать мы будем со старта начинать мы будем со старта и поскольку мы будем использовать такую вещь как супервайзер супервайзер мы будем писать стартлинк обычно называют старт или стартлинк здесь я пропишу event name то есть это событие event например концерт Мадонны или концерт Вагнера да вот сюда будет приходить и мы вот с этим и с этим именем с этим именем свяжем свяжем наш джинсервер здесь мы теперь используем джинсервер стартлинк стартлинк здесь мы используем сперва наши модули и так передаем event name передаем event name и name 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 здесь мы будем использовать registry то есть вот эту вот эту штуку вот эту штуку пока я сейчас напишу она не совсем понятно будет как но чуть позже будет ясно я создам via rec method который принимает только вот этот вот event name знаю что пока непонятно мы к нему чуть позже вернемся дальше dev init сразу говорю на изящество я не претендую сможете реализовать круче отлично багов у меня здесь будет уйма так ладно смотрите теперь нам нужен init инициализация к нам сюда придет event name event name не знаю зачем он таскаюсь значит event name event name мне нужно создать билеты я сделаю список билетов очень по-простому я просто передам мапу вот такого типа где отклик да то есть вот один это будет у меня номер билета а true это вот билетское значение это означает занят он или свободен то есть если true то это типа free available свободен а если будет значение будет значение false то это значит занят окей теперь я хочу вернуть классический топол и я передам значение значение из event name из event name и я хочу еще а зачем мне вот я сюда вот event name передаю мне не нужен то есть не нужен хотя по идее надо ладно если мне не понравится то удалю я просто до этого еще пример смотрел и сам еще попробовал и использовал этот event ладно если мне не понравится то я удалю я вроде даже активно не использовал а вот в общем будем передавать состояние состоящее из имени event из имени event и и и и и так где из имени event и вот этот тикет передаем что-то я затупил задумался так вот это наше начальное состояние теперь смотрите нам нужно реализовать пару функций пару функций которые непосредственно взаимодействуют какие-то функции это будут клиентские функции buy и available то есть я например у нас с этим сервером вот с этим бургером будет работать именно клиент пишем клиентскую функцию buy которая принимает event name event name и number number у меня будут представлены строки я их не буду переводить я специально сделал строк сделать чтобы не мучиться еще с переводом то есть когда к нам реально же придет запрос через контроллер цифра цифра я кстати буду делать все через джессон и через строку через браузер через путь а там у нас в итоге приходят стринги чтобы не преобразовывать интеджеры я сразу здесь интэзи сделал значит tax buy что значит buy это значит мы должны джинсервер написать call к кому мы хотим обратиться мы хотим via via рек вот via рек вот эта вот конструкция она будет нам имя возвращать как она реализована чуть позже увидим то есть вызови worker с таким именем по сути дела и передай 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 вот такое событие купи и то есть по сути дела я обращаюсь к какому-то конкретному событию и пытаюсь купить конкретный билет вот что это значит дальше вторая важная функция это available то есть здесь здесь будет возвращаться список список билетов билетов в виде джейсона чтобы видно было доступно или недоступно окей едем дальше то есть будет gen server снова call снова мы используем via рек где мы передаем event event name и также передаем а здесь без тупла сделаем потому что здесь параметров особо никаких нет available передадим а там available теперь нужно вот эти хендлы вернее вот эти коллы нам нужно реализовать handle call то есть наши callback handle call вот для обоих случаев то есть первый случай у нас by number там у нас еще from параметры приходят и event ой состояние состояние у меня event name и tickets я сразу сделаю pattern matching поскольку я знаю какая у меня структура итак теперь что мне нужно мне нужно проверять для начала если вообще у меня такой кей поэтому я сразу пишу кейсмач map has a key и я проверяю у тикета number и клеил у нас варианты true или false так и пишем true false если фейлз то я вернулся следующее так вариант это reply верну я здесь map map для удобства чтобы у меня сразу переводило в итоге в json здесь tuple не пройдет потому что у tuple нет нормальной реализации авто encoding авто encoding то есть не переводят tuple сразу в этот формат json поэтому я здесь буду передавать именно map где у меня будет atom ok и допустим ticket ticket doesn't doesn't exist и третьим параметром мне нужно передать состояние значит event name tickets event name tickets так это tuple я так специально сделал просто мне немножечко так понять не будет дальше теперь у нас следующий вариант следующий вариант это то есть у нас такой ключ существует соответственно мы должны его взять и посмотреть конкретно его значение здесь true или false я же пытаюсь купить я не могу купить когда у меня false соответственно я должен снова рассмотреть case match map get tickets number и здесь также у меня два возможных варианта это true тогда в таком случае у меня будет снова reply reply вот эта форма напоминаю то что я пишу reply это не просто так это по конвенциям gen сервера то есть мне нужно обязательно смотреть какие какой ответ я должен отдавать потому что этот ответ будет использоваться общими функциями по передаче состояния и по отправке ответа так здесь я опять буду возвращать мапу который будет окей и допустим congratulate you have just push the ticket ответ какой-то вот такой например ответ может сделать и также 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 нужно обязательно передать состояние состояние здесь такое же а нет состояние здесь не такое же почему потому что если мы купили если мы купили то мне соответственно нужно изменить мапу мне нужно изменить состояние то есть я сделаю map put просто положу новое состояние я ticket number и fails 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 так теперь рассматриваем ветку fails что я здесь буду снова reply пишу какой ответ я буду отдавать снова map повторюсь это удобство для энкодинга скажем лист можно сразу передавать а дополн нельзя передавать допустим ok и ну напишем например ticket has already 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 booked booked и мне нужно опять передать а на сервис я можно передать вот это состояние которое было так это мой метод by метод by то есть купи остальные методы будут покороче это самый большой метод тут какая-то логика все остальное будет гораздо меньше авейтабл то есть я пишу вот сейчас реализацию вот к этому второму методу мне нужно реализацию вот к этому так все таки мне это состояние вот этот ивент нейм ты не нужен ладно пусть будет пусть будет значит что я но здесь просто здесь мы просто реплай а что мы дадим вот эту мапу вот эту мапу и просто дальше катим то же самое состояние которое было также я сразу реализую метод терминейт терминейт то есть остановка причина я здесь мне особо не важна будет это у меня состояние do ее я сделаю явный вывод в консоль так а ну вот здесь вот по крайней мере я использую это event name терминейт event name так has just closet closet окей ладно где-то он мне этот нам пригодился наверное я вот здесь его и хотел использовать ладно теперь дальше поехали теперь нам нужно реализовать вот этот вот метод вот этот метод вот этот метод особая комбинация особый тупол будет возвращать via registry 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 это это вот модуль registry модуль registry и также скажем так название таблицы название таблицы и ключ название таблицы и ключ название таблицы я реализую через из может я реализую через этот как он называется как будто бы через имя модуля которого существовать не будет явно я напишу event registry то есть у меня в итоге скажем так создастся процесс вот с таким именем который будет хранить список ключей ладно мы это посмотрим чуть позже то есть registry это непосредственно вот этот модуль вот это registry это будет наше название сервера вернее не сервера а вот этого хранилища то есть вы же на самом деле хранилищ можете создать вот этих registry несколько то есть вот мое название и сюда я должен передать ключ который у меня свяжется с пидом с пидом то есть вот этот джинсер который у меня создался ему уже присвязывается какой-то пид и я по сути дела я связываю имя имя с этим именем ой с пидом имя с пидом так и здесь мне нужно просто передать event name так только так вот вроде так все все и здесь еще сразу реализуем метод который находит по имени по имени то есть мы используем дальше via reg то есть вот эту функцию припринимаем и затем то есть вот здесь вернется нам в итоге скажем так что вот здесь вернется вот это и вернется и мы можем gensер where is where is то есть получить пит конкретный ладно здесь все более сложно пока реализуется мы посмотрим на такой простой вариант значит так смотрите мы на данный момент реализовали сам сам ивент то есть например ивент Мадонны ивент Вагнера который по сути дела вот имя содержит и количество билетов и вот этот вот сервер он в чем вот его преимущество он обрабатывает события события обрабатывает да входящие в него МНТ по очереди то есть он действует как человек человек в один момент времени может обслужить только одного человека он может разговаривать с двумя одновременно в реальной да человек но все равно он кого-то из них раньше обслужит по времени не может одновременно двоих и вот этот дженсервер наш дженсервер ивент он также работает обрабатывает сообщение в очереди по очереди то есть никогда никогда не случится такая ситуация что кто-то занял что у нас два человека одновременно купили билеты нет такого никогда не будет поскольку у нас приходит вот этот хендл кол обрабатывается поэтапно то есть кто-то обязательно купит билет раньше кто-то и второму будет всегда ответ false то есть что билет уже куплен хорошо то есть едем дальше едем дальше а дальше мне нужно будет подождите ну ладно давайте все же старт ивент реализуем то есть это некий динамик динамический у нас супервайзер так где это у меня вот динамический супервайзер который будет создавать ивенты и он также будет ответственен за их фейлы то есть что делать если зафейлил то есть вот мы напишем что-то такое ну и здесь пример но мы реализуем через это как через модуль то есть вот так же напишем динамик ладно давайте писать вот я уже подготовил use dynamic supervisor что мне здесь нужно мне нужно его запустить то есть вот этот супервайзер это также процесс это также актор по своей сути и у него есть такие же методы start link start link вот этот супервайзер у нас будет запущен по другим основным супервайзерам которые у нас предоставляет феникс но мы чуть позже это увидим параметры здесь мне особо никакие не нужны я здесь я напишу так и на mix supervisor start link это уже приходит вот отсюда use use передаю в модуль модуле параметры не важны просто передам список имя имя у меня будет ну вот имя вот это будет имя этого как это называется и самого модуля у меня супервайзер все равно существует в одном экземпляре дальше мне нужен дофинит дофинит который принимает у меня также аргументы возможны которые мне не важны там у меня все равно придет пустой список дальше dynamic supervisor init и здесь мне нужно скажем так передать передать стратегию передать стратегия стратеги стратеги допустим one for one one for one то есть такая популярная вещь то есть когда конкретный ивент будет падать я буду поднимать правда я не напишу restore то есть у меня же билеты могут купить а когда я делаю restore у меня все сбросится и это надо будет как-то отдельно пофиксить но это уже я ставлю на вас каким образом вы будете фиксить если вы хотите если вы желаете я этим заниматься не буду не буду так я лишь покажу здесь идею супервайзера динамического то есть каким образом создавать динамические ивенты мы пишем нашу теперь функцию юзерскую старт ивент старт ивент который принимает ивент name мне нужно что сделать чайлд 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 спецификацию написать и здесь я напишу старт старт хэйди ивент то есть имя модуля затем через атом имя функции там у меня каким образом стартовался вот стартуется через старт линк через старт линк старт линк и затем мне нужно передать список параметров у меня здесь один список ивент name то есть в принципе вот спецификация готова теперь можно и создать то есть старт чайлд то есть стартуем ребенка кто будет стартовать наш сервер вот наш этот стартер ивент который является динамическим супервайдером и мы должны передать вот этот чайлд спек то есть это некое описание и собственно стартуем и я еще реализую еще один метод стоп стоп ивент стоп ивент здесь снова ивент нейм дул такс здесь возможны варианты что смотрите я сейчас хайди ивент я пытаюсь найти я пытаюсь найти этого пид пид ивента но проблема в чем проблема в том что его может не существовать я здесь верну нил 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 я буду использовать в этих печь контроллере когда я буду описать как я буду пользоваться просто по пид а если будет возвращаться пид мне нужно остановить то есть терминейт терминейт чайлд здесь кто будет его останавливать его будет останавливать наш динамик поэтому мы снова передаем модуля и передаем вот этот пид все готово то есть вот этот терминейт чайлд в итоге запустит запустит вот этот терминейт кстати здесь можно еще вот так вернуть так даже было бы лучше так теперь нам нужно знаете что сделать нам нужно зарегистрировать все это дело то есть то есть то есть то есть что я имею ввиду вот у нас так где это вот application то есть мне нужно сейчас зарегистрировать вот этот вот динамический супервайзер и вот этот registry так что так и пишу registry дальше передаю кейс параметры я хочу чтобы ключи были unique name и вот здесь вот я использую вот этот name который я здесь прописывал так это первая часть это мы прописали вот наш dns наш dns сервер по сути делу который просто предоставляет нам некие удобства так и нужно еще собственно стартовать наш динамический супервайзер наш динамический супервайзер то есть как у нас там назывался хайди стартер event хайди стартер event здесь вот смотрите здесь я передаю параметры а здесь не передаю параметры здесь имеется ввиду что дефолтный дефолтный как называется дефолтный метод используется стартлинк и параметр empty параметр параметры то есть нет никаких параметров и метод там стартлинк поэтому я могу лишь передать только имя только имя то есть смотрите вот здесь вот свой супервайзер у которого есть дети да то есть я запускаю вот процесс регистри и процесс стартер event стартер event то есть который по сути дела является является чем он является он является также супервайзером то есть у нас один супервайзер следит за другим супервайзером а вот этот динамический супервайзер будет непосредственно создавать детей и он за ними будет следить согласно нашей стратегии он создавать будет вот этих вот детей которым описание мы вот childspec здесь дали окей и остался последний шаг последний шаг это мы должны так а вот у меня здесь уже все было открыто это нужно реализовать вот методы 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 так ну давайте создадим методы значит get я напишу create event page контроллер и допустим create будет так а зачем я выделяю это вот close close так event будет так event и buy number так здесь у меня будет метод buy и здесь будет available available здесь также event available то есть это будет админский скажем так вот эти две функции верхние создай event и закрой а это будут юзерские функции которые он может посмотреть количество билетов и в каком они состоянии и также купить билет пока так и осталось последнее последнее реализовать все эти функции используя наш вот эти вот джин сервер и динамик сервера поехали dev create connection так здесь у меня принимается мапа event где у нас уже параметр там event будет то есть у нас параметр только event и number но почти везде принимается event так что пишем открыл вот event допустим допустим для краткости напишу что это имеется ввиду имя и поехали давайте еще немного проинспектируем проинспектируем что у нас реально все создается хеди starter event т.е. я использую наш динамический супервайзер и у него есть метод start event start event и нам нужно просто передать имя так и я просто здесь вот явно проинспектирую что у меня реально вернулось его инспектируем пресс то есть что было создано дальше у нас кейс будет класса что там может быть и с ошибкой создана мы не можем с одинаковым именем создать мы не можем с одинаковым именем создать двоих этих двоих ивентов поэтому возможны варианты ошибки сперва рассмотрим простой вариант удачного совпадения т.е. tuple здесь возвращаются ok и child и мы просто берем json я все буду реализовывать через json а давать я буду всегда через map значит ok и допустим event has just created yes у меня здесь error и error ну и я верну json connection здесь здесь конкретный error он там стракт странный я его парсить не хочу кому интересно может проинспектировать конкретно какой error пройдет я напишу просто something wrong просто для краткости дальше поехали death clause то есть я хочу тебе закрыть события Закрыть события, закрыть события, то есть новый кейс. Смотрите, я закрыть то событие могу то, которого нет. Мне нужно сперва взять, найти пик, стартер, я беру стартер event и пытаюсь стоп, стоп, остановить event, а там какие у нас варианты были? То есть события могло и не быть, то есть не существующие, и возвращался new. Поэтому здесь new, если возвращается, то я отдам JSON, connection и отдам map опять в очередной раз. Всегда отдаю map, ok, допустим, not found, пишу коротко. Так, а если вернулся Atom, ok, то я буду JSON, con, и отдам более, другое сообщение, ok, event has just closed. Окей, сделали. Теперь нужно, то есть это мы описали админские функции, сейчас мы опишем функции, которые относятся к клиенту. Так, и по большому счету, если я нигде не ошибся, так, там был available, то мы запустим и посмотрим. Так, надеюсь, что нигде не ошибся. Так, забыл скобку. Так, ну а здесь мы просто возвращаем, возвращаем, то есть мы пользуемся head event, то есть мы здесь уже обращаемся к head event, конкретно к event, и вот к этому, вот к эту функцию мы вызываем, которую нам будет возвращать, возвращать, вот тикеты. То есть здесь будет мапа сразу приходить, и мы ее будем отдавать. Отдавать. Ой, здесь по идее надо сделать вообще, что существует ли такое событие, еще проверять. Окей, ладно, давайте тогда напишем. Кейс. Так, я здесь копипащу сейчас. То есть, если такого события вообще не существует, то будем отдавать json.com и отдадим мапу. Окей. И какое-нибудь описание, например, events, event doesn't exist. Event не существует, иначе, иначе, то есть если все-таки event существует, event существует, то что я делаю? Так, я попрошу, я попрошу, то есть, header, event, какой бай, available, available, name, event name, а нет, здесь name, и здесь тоже name, так, name, 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 окей, хорошо. И последнее, последнее, это devby, devby, здесь по идее логика такая же должна присутствовать, вот здесь еще, вот здесь еще, значит, так, name, и, так, там у нас приходит еще один параметр number, я его свяжу также с number, number, do, и также нужно, по идее, проверять, существует ли такой event, существует ли такой event, то есть, если такой event существует, то json.by, и там у нас name и number, и вроде как все, вроде как все, можно запускать, можно запускать, тестировать, давайте, давайте сделаем это, давайте это сделаем, так, ой, mix, ой, а как, я уже забыл, а я забыл, а как запускать, в оболочке, так, я не помню, я не помню, как в оболочке запускать, ладно, давайте сперва просто проинспектируем, я просто хочу еще сразу о режиссере посмотреть, так, я где-то пропустил, значит, end, значит, в event, в event, в event на 47 строчке, я пропустил, end, syntax error before end, а, нет, я не end пропустил, а я, не то дна поставил, то есть, здесь мне нужны кавычки, окей, давайте еще раз попробуем, так, теперь я do пропустил, на, так, поставлю я на паузу, пофиксю все ошибки, так, ошибок, здесь оказалось мало, я только вот здесь вот попутал, с топлами, запятую, вот единственная ошибка, которая у меня была, и вспомнил, какой команды еще заполнять, запускать все это дело, из пауз-консоли, то есть, expat, smix, посмотрел, посмотрел, значит, я хочу сделать, observer, observer, start, observer start, observer start, вот вы сейчас видите, видите, а, запустился, registry, 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 вот этот модуль, угу, так, где он здесь у меня еще есть, коннекция, 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 вот он, да, вот здесь, кстати, заметьте, partition 0, то есть, если ваша база данных, она реально будет большой, то есть, у вас там будут, миллионы, миллионы, как их называют, процессоров, то вот этот partition, там будет 1, 2 и так далее, можно заглянуть, а, ну ладно, он пока пустой все равно, давайте создадим, значит, я забыл уже, какие у меня пути, какие у меня пути, значит, create event, давайте, create madonna, и ошибка, а, потому что, у меня же не просто create, api, и ошибка, а, и в чем ошибка, нет, клоза, нет, клоза, access.get3, метод get, метод get, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну что тут, я опять надумал, create, 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 close, buy, buy, так, так, сделал маленькую ошибку, здесь запятую не поставил, и они, пока не совсем, понимают, чем этот ID, ну вот, просто ID, ну и я сделал, как в прошлый раз сделали, то есть здесь присвоил, вообще не совсем помню, что значит этот ID, ID, my worker, вот я вот написал, вот как вот здесь вот, и теперь стало работать, ID is always on the file for dynamic supervisor, а это к этому, а это немножечко к другому, ладно, не хочу пока с этим разбираться, ну, добавил я этот ID, раз они так просят, зарегистрировал, значит, я, смотрите, MADA, 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 дайте я все же, WADA, WADA, вот у нас event WADA, вернулся тупо, то есть, фактически, что мы делаем, вот у нас есть приложение, да, у нас есть приложение, Fenix, и в нем мы пользуемся, по сути, другим приложением, мы пользуемся приложением, которое использует активно библиотеки OTP, где у нас развернуты все эти джинс серверы, все эти актеры, то есть, мы через медлит-контроллеры вызываем, мы создаем актеры, вот я создал события, допустим, я сейчас хочу у Вагнера посмотреть AVAILIBLE, список, список доступных билетов, вот, вот они, допустим, я хочу купить BYE, допустим, второй, поздравляю, вы купили, допустим, я снова захочу второй купить, TICKET IS ALREADY, да, а почему? а потому, что вот здесь уже FALS, допустим, я хочу купить у Вагнера 2, то есть, я знаю, что такого нет, BYE, BYE 2, здесь по идее, такой ивент не существует, или давай, AVAILIBLE, то есть, доступные билеты, вот по такому ивенту я хочу, и опять, такой ивент не существует, теперь дальше, поехали, естественно, вот эти все джессоны вы можете на стороне фронтента это красиво отобразить, все вот эти вот OTP вещи это про бэхэнд, про бэхэнд, вы просто там описываете красиво состояние взаимодействия. Теперь дальше, поехали. Допустим, я хочу ай, у меня, к сожалению, нельзя посмотреть ну ладно, у меня MADO существует, надо было создать метод, который мне вернет список, список, список всех ивентов. значит, API, теперь я хочу close MADO, то есть, вот то, что я сейчас открыл. Окей, закрыто, да, и сейчас, если я снова попрошу MADO available, то такого у меня не существует. То есть, я динамически создаю события, я их закрываю, и юзер у меня может пользоваться. Теперь, где вот эта табличка? Где эти ключи? А вот, ключи. Вот, видите, стартер существует. Что это за стартер? Можно даже посмотреть состояние. А это вот, это Wagner. То есть, event, да, который он запустил, это Wagner. И здесь видим тепло. так, а где здесь непосредственно M? Это WebPoint? Ага, то есть, это это вверху, да, всё у меня регистрируется. Это всё регистрируется у меня вверху моей. Starter Event. То есть, это динамический, динамический, то есть, Starter Event создал мне динамический сервер, и мы на ним наблюдаем, вот, над Wagner. И с ним связался вот наш DNS-сервер, то есть, наш ADD, с помощью которого мы можем увидеть вот эту связь, вот эту связь. Так, где это увидеть-то можно, а? Где увидеть-то её можно, ага. где-то её увидеть-то можно по-каку. Поплют. Ready Supervising Messages. Нет Messages. Ну, здесь вот это, в любом случае, вот эта вот стрелочка показывает, что я, то есть, у меня есть связь с конкретным ПИДом. почитайте данную статью, где, где может быть пример, то есть, это когда у вас очень много, они динамически генерируются, вы хотите каким-то образом, ну, какую-то картотеку иметь, DNS, и по взаимодействию, и то есть, мы используем вот механизм Registry. Может, я не очень удачный пример показал, ну, по крайней мере, показал хотя бы, как можно это дело запускать и организовывать. Ну, давайте еще хотя бы убьем вот этот данный процесс данного Вагнера, данного Вагнера, и посмотрим, что у нас, по крайней мере, еще и динамик работает, динамик супервайзер. И, как мы видим, просто создался новый процесс, и связь все еще присутствует с тем же именем. То есть, к имени, к имени, да? Мы имя связываем с этим, с новым процессом. правда, минус, минус, если я сейчас посмотрю Вагнера, значит, Вагнер, available, что у меня теперь, все будет true. У меня был второй-то куплен же. Ну, давайте еще я вам продемонстрирую. то есть, вот, я купил, available, теперь я беру, снова убиваю, новый процесс, опять связалась с именем, то есть, процесс у меня связывается с именем, и это большое удобство. Собственно, ради этого регистра придумал. То есть, ради некой картотеки. Ну, DNS сервер. И вот здесь true. То есть, фактически, мне нужно было бы что сделать? Мне нужно было каким-то образом состояние дублировать. Состояние дублировать. то есть, то, что у меня конкретно висит в моем же сервере, мне нужно было где-то сохранить. В акторе, ой, в акке, в акке в скалы я знаю, что есть хранимые акторы, и там эта проблема чуть проще решается. Здесь пока не знаю, есть какой-нибудь, ну, достаточно простой вариант, достаточно простой вариант. Достаточно простой вариант. я пытаюсь мапу найти, и не знаю, где она. Нашел, наконец-то нашел. То есть, в папочке Table Viewer я иду к нашему рекорегистру, и вот у меня связь. То есть, один, одна сторона хранит имя, ключ, другая сторона имя PIT, а другая сторона PIT ключ. То есть, вот таким образом у нас реализован вот этот вот Event Registry. Event Registry это наше личное название, мы его сами придумали и ввели. Его можно было назвать как угодно, и это не реализуется как отдельный модуль. Просто имя ввели, и все, и в итоге у нас это получилось. Напомню, на всякий случай, где это. Вот. Вот эта строчка фактически сделала нам вот этот модуль. Мы просто имя написали, и все. Также указали некий параметр, чтобы у нас ключи были уникальными, и используем мы для построения вот этого модуля Registry. То есть, Elixir нам поставляет такой инструмент. Пользуемся мы им через функцию ViaRec, ViaRec, то есть, вот. Отдаем специальный Tuple, Registry, вот название, и какое имя мы добавляем. Ну, и затем мы можем написать такую функцию, которая возвращает нам непосредственно PID. Ладно, вот так примерно все это выглядит. на это предлагаю эту практику с познаванием динамического и Registry закончить. из-за чемпионикс See you next time. Субтитры 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 Продолжение следует...